Глава города назвал ситуацию с распространением спайса в Сочи по сути чрезвычайной. В нашем городе, несмотря на ряд профилактических мероприятий, начали употреблять курительную смесь. И молчать об этом нельзя. Родители в первую очередь должны услышать и понять, спайс это даже не наркотик, а яд. И даже если врачи спасают подростков, они все равно на всю жизнь становятся инвалидами. Спайс разрушает человека на клеточном уровне. Его потребители теряют человеческий облик, и их действия становятся непредсказуемыми и опасными для окружающих. Знать это должен каждый ребенок в семье. Тем родителям, у которых сегодня дети неблагополучные, мы к ним пошлем, наших шефов, пусть с ними шефствуют наши уважаемые сочинцы, председатели КОС, которые умеют работать, почетные граждане города, участники Великой Честной войны, то есть те, которые действительно, может быть, уразумят родителей. Потому что, конечно, главная причина в том, что есть такие дети, что они куда-то попадают, это безответственное отношение родителей. Анатолий Пахомов потребовал на заседании антинаркотической комиссии усилить профилактическую работу в школах, колледжах и институтах. А во всех кинотеатрах Сочи просмотр художественного фильма начинать с ролика о воздействии спайса на человека. В школах сейчас выявляют тех детей, которые ничем не заняты после уроков. Ориентировочно это 30% от числа всех школьников. Их будут активно вовлекать кружки и спортивные секции. С ребятами по сташе, со студентами колледжей справиться сложнее. В итоге за год попало в больницы города с отравлением наркотиками 66 человек. Из них 4 человека за последние 2 недели находились в коме. Жизнью спасли врачи. Курительные смеси, да, вот эти соли, это самые опасные по воздействию на организм наркотики. Значит, они опасны тем, что, я говорю, в первую очередь они разрушают мозг. Они очень опасны тем, что они создаются в условиях, не подконтрольных ничему. И порой с дозировкой наркоману нему никак, нему уж там не пишут инструкцию, как готовить это все и как ему во сколько принимать. То есть это экспериментально, на глаз, как обычно. А если он более концентрирован, и тут же наступает вот кома или смерть. В суды сейчас направлено 36 уголовных дел. К ответственности привлечены лица, которые занимались поставками синтетики в Сочи. Федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков выявляет и закрывает интернет-сайты, через которые также молодежь приобретает губительные смеси. Мода на них захлестнула в большей степени Владимирскую, Кировскую и Оренбургскую области. Спайс теперь шагает и по югу страны. Пожалуйста, не умирайте, просят взрослые. За жизнь молодежи готовы бороться, в том числе и с помощью краевой программы «Антинарко». Елена Авсецина, Борис Осин, телекомпания «ФКТ».